нейросети повышают эффективность систем безопасности просто на порядке порядков причем на любом объекте от маленькой квартиры до безопасного города теперь искусственный интеллект может охранять вас и это не убогая сигнализация которая срабатывает на датчик если вы все вокруг себя обставили датчиками сами своей жизни ушли да еще и не забыли сдать пустое помещение на охрану нейронные сети делают вас независимыми от электроники независимыми от себя от своих необдуманных поступков от навязчивых мыслей типа а поставил я на охрану или что делать если за дверью не настоящий водопроводчик от просмотров гор видеоархивов нет ли там подозрительных личностей нейронные сети выявляют то что ни один датчик никогда не вычислит тем более что датчик не отличит человека птицы на третьем этаже или качающуюся ветку от машины и ни одна охранная контора не поставит на сигнализацию уличную территорию нейронные сети теперь понимают на что нужно реагировать а на что нет они узнают людей в любом их виде и положении даже если от человека заметна только нога или часть головы или любого другого места нейронные сети следят за каждым движением своих подопытных пусть они еще и не психологи но нейросети уже реально контролируют поведение вокруг вас вашего дома городской среде и способны среагировать на неадекват за доли секунды если конечно это качественные нейронные сети способны работать в условиях помех толпы плохого освещения всего того что сопровождает нашу реальную жизнь в офисах фирм чаще демонстрируют подготовленную к идеальным условиям сказку в этой области много пассажиров которые не прочь прокатиться на высоких технологиях заработать деньги на показухе обычно обставленной красочной рекламой красивыми интерьерами и огромной кучей лицензий выданных неизвестно кем и неизвестно зачем а спецлаб даже на выездных семинарах все показывает вживую и каждому легко проверить это качество чтобы вот на таких войсках все оборудование за несколько часов настроить нейронные сети должны оправдывать свое второе название искусственный интеллект как минимум сами настраиваться иначе какой же это интеллект если для них плюсом нужен человеческий интеллект люди специалисты а также недели настроек как это часто подается производителями то зачем он нужен такой интеллект спецлабе реальные нейросети просто включите питание детектор оружия распознает опасный предмет в любом месте из любого положения и среди толпы пистолет нож автомат и так далее нейросетям всего один кадр нужен чтобы заметить угрозу а вот так утекают персональные данные из наших банков на сетевую защиту от хакеров на метровые двери охранников тратятся миллионы а все криминальное просто нейросети от спецлаб легко замечают что в их зоне видимости есть средства фото-видеозаписи и что она направлена на монитор компьютера многие музеи запрещают по крайней мере бесплатно фотографировать их шедевры для руководителя режимных объектов также крайне важно знать что кто-то на территории увлекается любительской видеосъемкой а если камера и вашего дома тоже засечет подобный факт вам будет не безинтересно знать кто снимает вашу территорию настоящим бичом сегодняшних коттеджей стали дроны сегодня это преступная авиация превосходит все криминальные методы по сбору информации о вас по способам проникновения в жилище по выводу из строя ваших камер да они накрывают камеры снижения тряпкой или портит провода а самое страшное по скрытности исполнителей которые следят за всем издалека за дронами будущее криминального мира хотя подмосковье заграбили таким образом уже и в настоящем мы также можем использовать и камеры самих дронов чтобы распознавать нужные цели это больше интересно в военным компаниям детектор оставленных или украденных предметов существует уже более 15 лет но раньше он у всех срабатывал на поставленную или убранную ногу на приоткрытую двери на тени человека блик на полу и вообще все что начинала или переставала двигаться теперь спецлаб точно знает что это рюкзак это именно сумка а там чемодан каждое действие с багажом выводится на панель внимание по ней можно отследить и хозяина здесь двигают коробку а не мячик в общем это уже действительно полезная функция которая зарабатывает на то что интересно службам безопасности они на все подряд переносимые предметы спецлаб находит и в толпе достаточно одному кадру чтобы засветить портфель сумку или пакет с надписью левис наиболее опасные преступления совершаются группой лиц поэтому толпа размознанных хулиганов это уже повод чтобы обратить внимание правоохранительных органов детектор животных а также алгоритм стая очень полезны как для частного жилища лучше перед выходом из дома значит что во дворе вас ждет злая собака так и городским службам которые должны оперативно реагировать на подобную ситуацию в жилых кварталах мы уже говорили что нейросети не психологи пока они основываются достаточно понятных принципах слежения за человеками чтобы спрогнозировать криминальные намерения очень полезно контролировать положение головы относительно каких-либо объектов заборов банкоматов шкафов так сказать понимать что кто-то сует свой нос куда не надо для этого в системе голл-сити есть детектор головы не лица она сзади или сверху не распознается а именно головы таким же образом можно организовать сигнализацию бассейнах на случай если чья-то голова надолго задержалась под водой к сожалению люди продолжают тонуть тем более что в европе количество бассейнов это десятки миллионов и для их работы власти требуют наличие штатного спасателя а это еще и деньги которые дешевле потратить на камеру с нейросетью вот первый пилотный проект учета купающихся на море важно также распознавать лица во всем их разнообразие где-то будет полезно узнать что человек бандо не вошел в банк а где то что человек без медицинской маски нарушает карантин кстати за последний штрафуют бизнес поэтому лучше сразу поставить электронный замок с детектором маски на входную дверь социальную дистанцию также можно отслеживать техническими средствами и автоматически обучать людей передвигаться не пересекающимися траекториями наши нейросети отлично распознают объекты и сбоку и сверху и вдалеке в плохую погоду и при большом количестве помех особенно цена качественная работа в темное время суток хотя если честно в россии темно даже днем поэтому спецлаб обучал своей нейросети именно в таких нечеловеческих условиях сие даже человеческому глазу не подсильно нейросеть находит объекты даже самой жгучей темноте и используя различные фильтры понятно что если мы сейчас добавили контрастность яркости гамма и проще мы тоже нашли бы какие-либо объекты но нейросеть это делает автоматически что и ценно человек она может узнать даже со стороны спины виде одни ноги и нижнюю часть тела и понять что он находится на лестнице ну или зад автомобиля или любую другую его часть видимую хотя бы на 15 процентов наши нейросети могут опознать преступника по надписи на майке они умеют читать текст часто в нем заложены полезные особые приметы нейросети спецлаб в любом положении распознают людей и автотранспорт поэтому могут оценить их количество как в общем присутствии так и движущихся по определенному направлению видите вертикальная панель отмечает людей в направлении горизонтальное в другом причем подсчет ведется очень качественно наши нейросети не обманешь рысканием туда-сюда здесь уже три направления отдельно пешеходы отдельно машины скоро мы посчитаем вообще все как в той сказке про царя который все своем королевстве посчитал даже возможность автоматически регистрировать нарушение правил дорожного движения спецлаб первом россии разработал технологию идентификации автомобильного номера и сегодня она работает самых сложных помеховых условиях специально показываем самый вредный для оптики период времени сумерки днем номер видно хорошо ночью еще лучше потому что и к подсветка помогает а вот сумерки мало желающих продемонстрировать свои достижения но мы за свою нейросеть уверены очень удобное очень бюджетное средство для автоматизации автопарковок по номеру автомобиля открываются ворота или поднимаются шлагбаум считывать номера и лица можно и в процессе движения таким образом больше шансов найти разыскиваемый автомобиль или человека которые не пойдут и не поедут по дорожке где наставлена видеокамера небольшое мобильное устройство распознает грозы и лица сразу передает их в облако там они проверяются по базе данных очень просто очень удобно и очень эффективно особой областью подсчета является бизнес аналитика для успешного ритейла крайне важно знать как часто люди ходят в магазин сколько новых клиентов пришло после их рекламы пол возраст часы пик и прочие маркетинговые скрининги мы показываем совершенно невыносимый пример когда камера установлена черти как из из посередине бантик ну вместо бантика обзор перекрывает вертикальные стойки разрывающие силуэт людей по частям к сожалению несмотря на всю крутость наших бизнесменов на практике приходится сталкиваться именно с таким невыносимым для обычной видеоналитики условиями монтажа и при этом видите ведется точный подсчет прошедших на нашем сайте есть полные ролики для проверки все эти данные по клиента можно сопоставить с данными чеков от мелких касс и больших пост терминалов где сразу видна наглядная картина кто ходит продуктовый магазин как музей ничего не покупая а значит ворую а кто вип-клиент при появлении которого надо срочно бежать к нему помогать купить как можно больше детектор лица спецлапы идентифицирует лица в большом потоке и на очень высокой скорости при минимальных требованиях к ресурсам компьютера в любых их даже не естественных положениях сверху сбоку в смазанном виде в системе идентификации лиц спецлап сначала определяется какая сторона видна фаз или профиль и производится сравнение по соответствующей базе это значительно точнее чем пытаться повернутое лицо перевести в позицию анфас программа все равно даст искажения а наша методика повышает качество распознавания повернутого до предела лица в три раза так как мы храним анфас и два профиля даже если лицо настолько искажено что не идентифицируются сама его детекция позволяет находить в архивах моменты прохода людей что в миллионы раз ускоряет пояс разыскиваемых лиц безопасность это не только криминал остаться без отопления в лютый мороз еще та неприятность засоренные ливни истоки причина потопов в подвале сосульки на крыше причины черепно-мозговой и так далее в народном хозяйстве столько всяких мест и приборов которые требуют человеческого контроля вот этому котлу уже пять лет поэтому не у него нет предупреждение на телефон просто загорается вот эта лампочка как детектировать что она загорелась внедряться в конструкцию нельзя хозяин уже всю голову сломал пришлось обучить нейронную сеть понимать это элементарное на первый взгляд явление и теперь хозяин получает предупреждение размораживания во время нейронная сеть отслеживает важные индикаторы даже если камера смещается видите это не гаджет который откажет при случайном уходе картинки спецслаб делает профессиональные нейросети которые дают полную уверенность для промышленности мы разрабатываем нейросети контроля приборов учета сигнализации о появлении бракованной продукции выявление несоответствия рисунка на изделии оповещение об авариях на станках и техногенных катастрофах на предприятии перечислить все возможности нейросетей нет никакой человеческой возможности кратко расскажу лишь о способах их использования их много но самое доступное наше облако далекий свидетель здесь вы можете выбрать регион показа и интересуемые параметры например скопление людей более 10 человек или все автомобили которые останавливались у вашего офиса не просто проехали а именно останавливались или все лица найденные за три дня в этом районе с поиском нужного человека и трекинга его передвижения и так далее в интеллектуальном арсенале спецлаб есть и оффлайновый сервер нейросетей куда можно загрузить любые видеофайлы и по ним будет сформирован поисковый контент например загружаем фильм 12 друзей оушена и получаем раскладку по сюжетам возможность поиска по людям автомобилям можно найти все места где кто-нибудь пользуется телефоном или пьет из бутылки формируется база актерского состава и можно посмотреть в каких сценах участвовал джордж клуни или анджелина джоли все то же самое подойдет для домашней видеотеки если вы в груди многолетних записей хотите найти все фильмы с вашим любимой собачкой кони то такая программа для вас а какая огромная польза для сми теперь можно искать материал не путем перебора в памяти ах да что-то мы тогда снимали ах да это я что-то где-то видел наступить на 110 канале а конкретно можно искать теперь по людям по лицам по предметам а также по их действиям смотрите все эти функции в отдельных видео презентациях на сегодня уже перебор информации если также вы смотрите это видео после 1 июня 2020 года то она уже безнадежно устарела так как каждую неделю спецлам создает и обучает новую нейронную сеть